А лично, вот в Кишиневе, я уверен, что вы это знаете, ни для кого не секрет, что сегодня оба ваших сына, и старший Сергей, и младший Кирилл, переживают, я бы сказал, не самые простые времена в своей жизни. Вот сейчас у вас, у Петра Кирилловича Лучинского, есть уникальная возможность, уверен, что она смотрит десятки тысяч зрителей при Вескеву, выступить некой отеческой проповедью, быть неким психотерапевтом и для Сергея, и для Кирилла. Я уверен, что помимо зрителей, они оба смотрят этот прямой эфир и наше интервью, что бы вы им сказали как отец, как старший товарищ и как друг по жизни? А кому сказать? И Сергею Кириллу. Потому что я не могу им говорить так, или я не говорю? А вот представьте себе, что вы бы... Нет, сейчас поздно говорить. Сейчас я просто рассуждаю, потому что, смотрите, я не могу освободиться от мысли, что это не простое совпадение, как некоторые говорят, это простое совпадение. Сергей, который пришел с инвестициями в Румынию, ну, мы же такая, братья и так далее, и тому подобное. Так, в результате различных, так, манипуляций и подобных, он остается без ничего. Его партнер становится, так сказать, богатейшим человеком. Он обращается в установленном порядке, устанавливает, значит, аудиты, судья. Тот дает ему заключение, что тебя обохрали. Он на основании этого идет в суд, идет, подает документ в суд. Полтора года не рассматривается его дело. За это время его партнер начинает его записывать на всякие самые... И какие-то провокационные вопросы, и так далее, и так далее. И всякую эту гарематью, которую потом в прессу. Выплеснули в прессу, да. Слушайте, какой он, во-первых, приехал в Румынию с хорошими намерениями. Дальше. Не нанес никакого ущерба, наоборот. Его, так сказать, обокрали. И вот весь этот процесс, столько времени и тому подобное. Скажите, это, 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 это можно предположить, что это так просто? Но потом, все, все, начинается к нему приходит, пресса уже подготовлена, и так далее, и так далее. Сын второго президента Республики Молдов. Да, я читал. Ему 50 лет, сын второго президента. Слушайте, это что такое? Поэтому, пусть будет на совести, так сказать, те, которые начали. Он, собственно говоря, продолжает эту судебную тяжбу. Да, но, но, я абсолютно уверен, потому что, я вот тоже проник в этом, я абсолютно уверен, что это, это, чисто политический, таскай, заказ, потому что иначе не объяснить. Теперь Кирилл. Ну, Кирилла же мы все знают Республику, а Сергей мало знает. Неизвестный Республик. Кирилла знает. Кирилл 6 лет в парламенте, комиссия которой, и пресса, и другие третьи, он сидел, я с ним встречался. Очень редко. Имел две фирмы, которые, так сказать, до этого были, были какие-то там администраторы, и какие фирмы, так сказать, там, собственно говоря, и денег никаких, особенно, не приносили ему. Если вообще приносили. Дальше. У него были какие-то контакты с Илоном Шором. Так. И в свое время он перечислил ему определенную сумму в долг. Угу. Так, так сказать, я буду тебе возвращать и долг, и начинает возвращать ему 14 раз через различные фирмы. Угу. Но тоже есть документы, так сказать, что он вложил эти деньги, Кирилл, в этот проект. Теперь его обвиняю, что он должен был знать, что эти деньги шли через какие-то фирмы, которые связаны с БЕМом. Кирилла не было когда с БЕМом вообще никакого. Он даже депозита не имел, так сказать, в БЕМе. Но пресса тоже начала уже определенные слоганы, и каждый день, каждое заседание суда, все сначала, так сказать, идет. Меня тоже не покидает мысль, во-первых, этот депутат парламента был, их коллега, за это время. Ну, придет время, когда-то я скажу об этом, потому что я разговариваю с людьми, как ведут себя наши люди, так сказать, это не сейчас. Но, слушайте, их коллега полгода находится под домашним арестом. Он что, он для общества опасный человек, так сказать. Сейчас вроде правительство, так сказать, ПД предлагает изменить законодательство по этим экономическим делам, и я считаю, это правильный путь. Потому что, если он нанес какой-то ущерб государству, пусть возвращает, так сказать, обратно. Если он допустил какие-то, пусть ему запрещает в государственных организациях работать. Ну, остальное, зачем этих людей вообще держать, так сказать, и закрывать. Поэтому, я надеюсь, я надеюсь, надеюсь, что все-таки суд будет свободен в своем решении, потому что я не могу себе представить, всю жизнь работал в этом. Я хочу сказать, что человеческие качества у нас должны остаться. Жизнь идет, что бы там ни случилось, и я повторяю еще раз. У меня не покидает эта мысль, даже сам этот процесс, вы видите, как он идет. С перерывом кто-то явился, кто-то не явился. Но держать человека под домашним арестом в трехкомнатной квартире с тремя детьми, которые сейчас, так сказать, у него один просто находится на учебе. Я считаю, это просто... Петр Кириллович, я вам говорил...